Своего мусора уже мало готовы покупать у других стран. Почему в Швеции удалось наладить раздельный сбор мусора, а в России пока нет? И что делать Ниньскому округу, чтобы не погрязнуть в собственных отходах? Об этом мы поговорим сегодня в программе Актуальное интервью. Сегодня опытом в сфере обращения с бытовыми отходами с нами поделится эксперт, руководитель проектов шведского экологического исследовательского института Рони Арнберг и помощник генерального консульства Швеции Екатерина Крестовская. Здравствуйте, очень рада видеть вас в студии, тем более вы у нас первый раз. Здравствуйте, очень приятно. Рони, расскажите, пожалуйста, вот год назад мир потрясла новость о том, что в Швеции закончился мусор, и Швеция готова покупать его у других стран. Как такое могло произойти, как удалось наладить такую систему обращения с бытовыми отходами? Ронни, в Burningціфpark поднимexc trochę по здоровью. Сюда, Советский филла райonen, CRН RDX Факты был теплой. В том числе и тайны одновременность изделял.? и что Россия готова к купить и импортировать аффаль от других стран. В том, что вы успели уйти в такой ситуации, когда вы не имеете ввиду аффаль, чтобы брать на местах? В вашем местах, если вы думаете, аффальсфорбрение, это около 40. Если говорить о сжигании мусора, у нас действительно на территории Швеции существует 40 заводов по сжиганию мусора. И некоторые из этих заводов, они приспособлены не только для сжигания бытовых отходов, но также и лесной щепы. Это то, что мы называем в Швеции зеленым золотом, потому что это тоже очень важный источник возобновляемой энергии. И этот, если мы сжигаем на подобном заводе по производству тепловой энергии, электроэнергии щепу, наше зеленое золото, то мы обязаны платить за это лесоперерабатывающим компаниям, лесозаготовительным компаниям. Если же мы используем на подобных заводах бытовые отходы, то наоборот этому заводу еще будут платить за использование за каждую тонну. И потому что везде лänder, как England, Ирланд, Норье не имеют таких обеспечениях, то от того, чтобы платить 300 кронов тонны для сходов материал, то можно получить материал из других стран, и тянуть 700 кронов тонны. И на самом деле, ведь в некоторых европейских странах, таких как Великобритания, Ирландия, в Норвегии, тоже нет таких подобных заводов, а им нужно каким-то образом utilizar, точнее использовать бытовые отходы, которые они собирают. И получается, что вместо того, чтобы платить лесозаготовителям по 300 крон за каждую тонну лесной щепы, деревянной щепы, можно вместо этого можно заработать 700 крон на каждой тонны мусора, который принимается из-за границы и сжигается на этих заводах. Я ввожу эти вопросы много раз. Я обычно говорю, что это не Свергия который импортировал, utan это Украина, Ирланд и Норье, Мелан-Еурова, и в других странах, которые экспортируют. Поэтому, да, я на самом деле часто получаю такие вопросы. Я предпочитаю говорить о том, что не то, что Швеция импортировать отходы, скорее Великобритания, Ирландия, Даннер, да? Не. Великобритания, Ирландия и Норвегия экспортируют свои отходы, бытовые отходы в Швеция. То, что мы делаем, мы предлагаем им наиболее эффективный способ использования бытовых отходов. Какая у них альтернатива, если бы они не отправляли на наши сжигательные, мусорсжигательные заводы эти бытовые отходы, и бы просто пришлось бы захоронять их на полигонах? А захоронение отходов на полигонах на самом деле имеет достаточно значительное негативное воздействие на окружающую среду? Конечно, они решают этот вопрос и по-другому. В данный момент ведется строительство целого ряда мусорсжигающих заводов, например, в Великобритании и Ирландии. Но в перспективе 10-15 лет мы все еще будем экспортировать в Швецию обходы из других европейских стран. И тогда мы опять постепенно будем переходить на зеленое золото, то есть на древесную щепу. Если мы захотим по-прежнему использовать эти мощности, если мы по-прежнему хотим использовать нашим заводам. Но это историем в России, как и Руссии, что мы построили огромный объект от фиар-варма, которые мы из 70-х конвертировали от олета к скогсфриз, фриз из скога. для того, чтобы в 80-е годы было больше и больше о том, что мы начали с проблемами, именно как мы сейчас имеем в Руссии, и увидели о проблемах как ресурс. Затем, постепенно, в 80-е годы мы стали переводить эту систему на щепу, на древесные ресурсы. Затем, чуть позже, мы осознали, что бытовые отходы представляют собой очень важный ресурс. И мы перевели уже данную систему на использование отходов. На самом деле, я думаю, что в чем-то, да, в России сейчас тоже пересматривается вопрос энергоснабжения, и здесь есть, безусловно, какие-то общие моменты, есть возможности обмена опытом. И из-за того, что мы предоставили скатку на СОПТИП 2001, то количество отфальсов, оборудования, оборудований более. И также количество от СОПТИП 2012 было более 1%. Очень важный для нас год в плане регулирования данной системы, это 2001 год, когда в Швеции был введен специальный налог на депонирование, на захоронение отходов на свалках. В соответствии с этой системой, как только была введена эта система, не просто уплата отдельных тарифов, которые зависят от объема, но еще дополнительно и государственного налога. С этого момента количество мусоросжигающих заводов в Швеции значительно выросло, а объемы мусора, объемы отходов, которые захораниваются на свалках, стало сокращаться, стремительно сокращаться. К 2012 году процент от общего объема твердых бытовых отходов, которые в конечном итоге оказываются на свалке, у нас где-то приблизился к 1%. Но была проведена большая работа не только властей, но и с простыми жителями. У вас очень высокая культура обращения с отходами. Как удалось этого достичь? То есть какие-то в школах есть программы. Насколько я знаю, маленький Швец никогда не в тот контейнер, не положил даже фантик от конфетки. Как удалось достичь такого понимания жителей Швеции? Но с вами я förstår, то это не только по регулированию, не только статус, что поверят ситуацию, но и в том, что у нас есть институты. Абсолютно. дагест университет и hjälп для школы, но больше и больше университета об области, климат и так далее это интегрировано в Сверхи университет. Или в Европе, или Тюзкланды, Норья, но как я сказал, то крафт на локала ниво. Очень многое зависит от усилий, которые реализуются на уровне муниципалитета, то есть местных властей. В нашем муниципалитете, в городке Бурленге, из которого я родом и где я в течение 46 лет занимался вопросами, связанными с жилищно-коммунальным хозяйством, мы приступили к реализации этой программы еще в 91-м году. И тогда мы у нас на местном, локальном уровне сами вводили различные программы, информационные компании. Мы приняли решение о том, чтобы задействовать, подключать и детские сады, и школы, и всю линию образования вплоть до университета, к проблеме осознания и решения вопроса, связанных с обращением с отходов. Затем постепенно экологические программы стали интегрироваться на государственном уровне в школьное образование, и в том числе в образование уже и в высшей школе. Но, собственно, здесь надо сказать, что Швеция не исключение вопроса, связанных с экологическим самосознанием, экологические программы интегрированы в образование также и в Германии, и в Норвегии, и в других европейских странах. А правда ли, что каждая шведская семья имеет по шесть или семь вёдер для разного мусора, там пластики, бумаги, стекла и картона, металла и другое? Так обстоят дела в шведских семьях? Степен ли это, что в шведских семьях есть 5 или 6 для различных сетей, для различных сетей, для лаза, для пласт, для биологически ограниченных сетей. Надо сказать, что на самом деле самое главное это разделить пищевые отходы, биоразлагаемые, и сжигаемые или горючие отходы. Другая, что она спросила, это очень много в семье, в семье очень много. В семье, если они у них есть широкий рум или скрубь, где они могут поставить это материал, которые потом приходят по продукциям, это берутся в машине, когда они покупают, или идут на станах, или покупают, или покупают в нашем центре, тогда они оставят остальные материалы в отвергнутом, с Тахоу. Ну, на самом деле, а дальше уже все зависит от конкретной семьи. Если у семьи есть возможность, то действительно они оборудуют у себя место, где они собирают. Дополнительно еще и другие виды отходов, которые они потом сдают на переработку. Например, отдельно, обязательно отдельно должны храниться опасные отходы, отдельно хранятся другие виды отходов, которые используются в качестве вторсырья. И затем семья вывозит просто самостоятельно эти отходы в торговый центр, где можно поместить их в соответствующий пункт либо на отдельную именно станцию. Есть также у нас станция по приему в вторсырья. То есть за какой-то сдачу можно получить деньги, да? Стаммар это, что на покупцентре ломна их в, это этот панта что можно получить? Да, это было одно из-брандинга от того, что эти большинства, ICA, Кооп, Лидель, оценирует консументы, что прием к нам, вторсырья. И они предлагают удобные условия. Получается, что действительно там есть оборудованные специальные места для сбора вторсырья. И взамен можно получить чек, который потом отваривается в том же магазине. Много gånger så ligger själва оторвинningsstationen для пакет, глаз, металл и для пакетов и так далее уточнение, 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 уточнение. Но очень часто подобные центры для центра приема в вторсырья. Они расположены не в самом здании универсама, а например на цокольном этаже, наверное. Нет, например на парковке у данного здания универсама. И там отдельно можно сдать металлические и лиминевые банки, пластиковые бутылки, бумагу, картон. Сомнение, в нашей коммуне, около 50 тысяч инмонаде, то есть один центральный, который в рецептингсентр. Это можно идти с вещами, которые уточнение, или кирскоп, или что-то 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 больше. И так есть 23 станции для производственного саурова. Один рецептингсентр, который хранится от коммуне, и 23 которые от производственного саурова. Приват сектором. Например, в нашем муниципалитете, где проживает 50 тысяч человек, есть один большой центр по приему вторсырья. Это прием, в первую очередь, туда можно привезти крупногабаритные бытовые отходы, испорченный старый холодильник или другую бытовую технику и различные другие виды отходов. Но помимо этого, на территории нашего муниципалитета также функционируют 23 пункта приема вторсырья, уже непосредственно, которые принадлежат производителям товаров. И то, что важно, что я говорил о в частном секторе, что 0,5% отходов, кемикалии, батареи, олево, но может дать более 90% от обеспечения. То есть, там есть специальные места где ты можешь уничтожить отходы отходов. Есть такая очень интересная цифра, которую я люблю приводить в качестве примера. По статистике, 0,5% твердых бытовых отходов, в общей сложности приходится на опасные отходы. То есть, вот из общей массы твердых бытовых отходов, которые собираются. И эти полпроцента отвечают за 90% негативного воздействия на окружающую среду. К этим опасным отходам относятся, например, бытовая химия, различные продукты, нефтепереработки, отработанные бензины, отработанное топливо и другие опасные отходы. Так вот, стоимость сбора и дальнейшей переработки опасных бытовых отходов включена в тот тариф, который домохозяйство или семья оплачивает ежемесячно, не ежемесячной основе. И шведская семья может просто привезти, например, они собирают данный тип отходов и затем привозят на центр переработки и сдают. За это они не должны платить какие-то дополнительные деньги, потому что это уже включено в общий тариф за вывоз и обработку мусора. Очень интересная практика, очень интересный опыт. Ронни, скажите, почему, на ваш взгляд, в Швеции удалось наладить раздельный сбор мусора, а в России, в частности, в Ненецком округе, в котором мы сейчас с вами находимся, нет? Есть какие-то у нас первые шаги? Что нам нужно сделать? Как вы видите реализацию этой проблемы? Очень интересно что вы слышите о деталях, о том, как вы успеете этапливать и реализовать это системы. Но мой вопрос в том, почему вы успеете сделать это в Сверие? И что это что касается здесь, и что мы можем делать, например, в Ненецком, для того, чтобы отобрать какие-то какие-то для того, чтобы сделать нарушение нарушение нарушение. Мы встретили несколько человек и организаций, как она спросила, обучение в школе. Но я бы сказал, что мы сделали это, что мы, в огромном рище страны, и инвынные, мы платили за все это. Мы не должны думать, о том, где мы получили деньги, но это мы уже получили в системе. Я хочу сказать, что вчера на самом деле у нас состоялся целый ряд встреч с администрацией Ненецкого автономного округа и с организациями, которые занимаются вопросами с обращением отходов в Ненецком автономном округе. У нас были очень интересные дискуссии. Мы обсуждали несколько раз, возвращались к теме образования и воздействия на общественное самосознание, и внедрение экологически правильного мышления. Но вот вы задали вопрос по поводу того, за счет чего нам удалось достичь подобных результатов. Надо сказать, что все-таки у нас были стартовы немного другие условия, и у нас не было проблем с поиском финансирования. Изначально было решено, что за все подобные нововведения будет платить потребитель. Я встретил масса людей в эти два дня, которые в моем мире очень довольны, они знают exакт, что нам понадобится. И СССР не особо сильный в отношении к теме, которые вы имеете в виду здесь. Если мы возьмем этот сектор, то мы были очень счастливы луттаны на развитие экономики после Второй войны. Я хочу сказать, что за эти два дня, что я здесь побывал, я встретился с энтузиастами, которые, безусловно, знают, как нужно наладить процесс. И я уверен, что здесь у вас на местном уровне вы обладаете очень высокой квалификацией, очень высокой компетенцией, в частности, в инженерно-технической области для того, чтобы внедрить эффективную работающую систему обращения с отходами. Но, опять-таки, да, даже если сравнивать с стартовыми условиями в Швеции, я думаю, у нас не так много высоко квалифицированных кадров в ЖКХ, как у вас. Но тем не менее, опять-таки, возвращаясь к экономическим условиям, после Второй мировой войны в Швеции был период высоких доходов экономического роста, стабильного экономического роста. То есть мы могли позволить себе профинансировать все эти меры за счет потребителя. Я хочу сказать, что за все мои визиты в Россию, те инженеры, которые работают, которые я встречался из сферы ЖКХ, российские инженеры, они безусловно обладают более высокой компетенцией чем студенталистические инженеры из сектора ЖКХ в Германии или в Швеции. Но, по-другому, в какой-то смысле, это не я могу анализировать, это может быть политически, это может быть и другие вещи, что я не могу, так не было так тянуть на коммунистах с компании, но она была нарушена вот так, и это сейчас, что сейчас, что каждый регион должен сделать стежку для того, чтобы сделать изменения на область. Ну, я, наверное, не вправе в деталях анализировать причины, насколько я знаю, по какой-то причине, в исторической перспективе, вопрос с обращением отходов в российской системе, он в системе ЖКХ не всегда четко был закреплен и передан на уровень муниципалитета. Мне кажется, что сейчас, в последнее время, в России были предприняты шаги именно по более четкому определению компетенции, то есть уже на данный момент понятно, что именно региональные власти должны обеспечить введение эффективной и экологически чистой системы обращения с отходами. Я думаю, что это очень важный шаг на пути решения данной проблемы. Я с вами согласна. Два дня вы в Ниньском округе. Расскажите, какая программа у вас была? Знаю, что очень насыщенная. Даже встретились с маленькими жителями округа. Что им привезли? Я знаю, что вы в Ниньсене в Ниньсене и у нас есть очень интенсивные и тэты программы. Вы можете рассказать о других евенемах в этом программе? Я знаю, что это было в муниципе с югами в Ниньсене. Какие программы вы можете сказать о них? Это может быть в мере моего. Я, наверное, расскажу тогда от себя, поскольку эта часть программы тоже готовила Генеральное консульство в Швеции, в Санкт-Петербурге. Культурная часть программы. Вторая тема. У нас, на самом деле, две основных темы, которые вы привезли. Две темы нашей программы. Это, с одной стороны, обращение с отходами, с другой стороны, это культурная часть программы. Мы решили познакомить жителей Ниньецкого автономного округа с современной шведской культурой. И это, в первую очередь, современная детская литература. Дело в том, что шведская детская литература, известна во всем мире. Но мы хотим подчеркнуть, что это не только Астрид Линьго. Мы хотим показать более свежие произведения. Современные. Поэтому в состав нашей делегации также вошла представительница российского издательства «Самокат», которое специализируется на издании книг для детей и юношества. И достаточно большой процент публикаций этого издательства приходится на современных шведских авторов. Также к нам присоединился семейный психолог, большой эксперт в области современной шведской детской литературы Кирилл Щуров. Они совместно вчера провели мастер-класс для детей в Национальной Нинецкой библиотеке. Также была лекция для родителей и педагогов. И сейчас как раз в это время тоже параллельно проходит еще один мастер-класс. Я надеюсь, что эта программа понравится. Насколько я знаю, она вызвала живой отклик со стороны маленьких жителей Нарианмара. И действительно это было очень успешно. То есть эмоционально очень отреагировали. Да, да, да. Ну, мы очень рады. Вернемся к нашей основной теме. Более полугода около железнодорожной станции ШЕСТ в Архангельской области продолжается строительство мусорного полигона, на котором планируется складировать привезенные из Москвы отходы. Насколько я знаю, вы этот проект не поддерживаете и считаете, что это пустая трата денег. Мы хотим обратиться к этому областью. Мы знаем, что что это что-то саркетное на том, что это область в Архангельской регионах, и вы планируете область отходы отходы от Москвы-регионов. Мы слышали что вы не стыдали это проект. Вы можете использовать область и область и что это 50% из этого материала можно сделать спектр Это мой центр. Поэтому мне кажется, это очень странно, потому что я думаю, что русские хорошие знания, хорошие инженеры или что-то, что ты имеешь в виду, что мы живем, но имели с удовольствием. И что можно пытаться, как учить это Кангельс, на Москву, это можно найти в милую женскую «waste-management»-вызг. Да, это действительно так. Это немножко идет вразрез с моими представлениями об эффективной переработке, об эффективном использовании отходов. Дело в том, что это не отсортированные отходы, это не раздельно собранный мусор, и вы понимаете, что 50% этих отходов можно было бы эффективно использовать. Это, по сути, энергия в несколько другой форме, и вполне можно было бы эффективно использовать, можно было бы сжечь и переработать 50% этих отходов в энергию, и это было бы намного более полезно для окружающей среды, это было бы более экономически целесообразно. Поэтому я не очень понимаю именно идею данного проекта. Мне кажется, что в России достаточно квалифицированных кадров для того, чтобы разработать проекты, которые позволили бы решить этот вопрос немножко по-другому. Да, и не только можно мусор сжигать и получать энергии, но еще перерабатывать, и, насколько я знаю, даже из пластиков, пластиковых бутылок можно получить пластик семь раз, да, какой-то предмет, и то потом вас в Швеции вот это я читала, что он только тогда, когда семь раз его используют, он идет уже на сжигание. Да, и, кстати, если вы хотите, чтобы сжигать, то это не только просто брензар, но и даже оторвыннение, которые есть. Например, я слышал, что это сжигание, что можно использовать сжигание сжигания, и после этого, когда это используется 20 раз, выключает это для для меня. Да, это, в принципе, в России, в моей жизни, ресурсферсисловой, в дагностях, о циркуляр экономике, климат-фроган. Это многое, которые говорят, потому что это очень мягкое предложение. Климат-фроган в плане воздействия на окружающую среду. Метан, который они вырабатывают, приводит к улучшению ситуации с изменением климат. Мы с вами делаем проекты, в этой делегации, Пресона, которые имеют эту технологию. В Свеции мы очень многое, но мы очень многое, мы очень много материалов, которые мы имеем в пласт, в том, чтобы сделать лучше транспорт-экономии. Мы обладали бренбарно, чтобы не было контаминироваться с водой, чтобы иметь лучше энергии, когда мы будем брать. Мы делали много вещей, но мы никогда не обладали, 混зали от отверстия, кормили в нору Свеции и ставили в депоне. Это звучит как что-то вертие до 60-х годов. В состав нашей делегации входит также представитель шведской компании Пресона, которая представляет технологии по упаковке и хранению отходов. Мы тоже очень часто применяем эти технологии, и мы часто прибегаем к хранению отходов. Но мы никогда не храним, не прессуем смешанные отходы, а только отсортированные. И мы прибегаем к этим технологиям для того, чтобы потом более эффективно их использовать. Например, если речь идет о отходах, которые предназначены для сжигания, но в данный момент, например, в летний период, когда не требуется тепловая энергия, соответственно, эти отходы присутствуют в кипы, но они уже очищены, и их используют потом, на том же мусоросжигающем заводе. Депонирование, захоронение не отсортированных отходов, с моей точки зрения, это некий шаг назад, скорее, к 60-х годам. Я знаю, что у вас принят проект касаемо и текстильной промышленности, которое предусматривается к решению на 60% объема текстильных отходов. Так это на самом деле обстоит или нет? Я также слышал, что вы имеете в виду что у вас есть какие-то проекты с теми-текстильбранши, и что вы имеете в виду продукты и отходы от текстильпродуктин. в том, что если вы покупаете новые бюджеты, то вы возвращаете новые. И они стоят на 10% из основных целей. Так что, как я сказал, в Эскильсуна есть целая шоппинг-малла, которые просто используют и ручки. Да, на самом деле это так. Мы действительно приложим усилия для того, чтобы сделать текстильную промышленность более экологически чистой. И сократить объемы отходов. В этом участвуют крупноизвестные марки, производители шведской одежды, такие как H&M или также Lindex. В Вермланде, в регионе Вермланд, на севере Швеции, расположен специальный центр для переработки отходов текстильного производства и для производства новых тканей. Но помимо этого, я также хочу сказать, что у нас широко развито движение Second Hand, и это своего рода новое веяние, в котором принимают участие и в развитии этого движения принимают крупные шведские торговые сети и такие известные марки, как IKEA, опять-таки Lindex и H&M. У нас не так давно открыли огромный универмаг в Эскельстене, который полностью посвящен только продаже различных продуктов, которые уже были в употреблении. Причем это касается и одежды, и бытовой техники. Огромный универмаг только Second Hand, и там можно приобрести вещи за 10% от изначальной стоимости. То есть вторичное использование должно быть даже не на таком уровне. То есть вторичное использование, которые в этом случае и в том, что в вашем случае, есть 23-сейстен и 1-сорт-centр. На всех местах в этом месте, после мitten до 90-х годов, есть контейнер для техники, например, клэдер, которые они заканалили. И это было в различных организациях, Кроме того, в таких центрах приемов Турсырья, о которых я уже говорил, в нашем муниципалитете располнено один крупный муниципальный центр и 23 частных, которые принадлежат производителям товаров в частном секторе, в середине 90-х годов на подобных центрах всегда был установлен специальный контейнер для сбора. Это не нужная одежда, и эта одежда использовалась для благотворительных организаций, например, в том числе даже в другие страны, например, в Африке. Если раньше это все развивалось в достаточно ограниченных объемах, то сейчас новые вене, это как раз часть частных компаний, известных брендов в данном движении. То есть та же ИКИ или ИЧНДМ предлагает своим покупателям, своим клиентам приходить и сдавать при покупке старую одежду или старые вещи, старую мебель, которую другие потом клиенты, другие покупатели могут приобрести по сниженной цене и получить. То есть это с учетом того, что крупные торговые сети подхватили это движение, оно действительно сейчас разворачивается широкомасштабно. То есть это популярность? То есть это популярность? Нет, это где-то, это, конечно, в том числе, что это уже, конечно, есть и интересные движения. Возможно, это движение действительно набирает популярность, потому что сейчас уже модно стремиться к своего рода симбиозу, к гармонии с миром, и, собственно, экономика замкнутого цикла именно об этом и говорит. то сейчас уже становится модно где-то носить секонд-хенд. Да, я даже, например, думаю, что, да, вот у меня, например, есть одежда, которую я не ношу. Можно, да, это теоретически, с точки зрения ЖКХ, относится к категории сжикаемого мусора, горючего мусора, который можно отправить. Да, это тоже своего рода. Да, это не принесет вреда окружающей среде. Но все-таки более ответственно было бы сдать это в секонд-хенд. И мы сейчас переходим к этому сознанию, и это становится все более актуальным. Роня, Екатерина, очень интересный опыт. Было интересно вас послушать. Ждем еще раз гостей. Спасибо, что пришли сегодня к нам на программу «Актуальное интервью». Спасибо большое. Это было очень интересное, чтобы все эти вопросы с вами и мы надеемся, что они вернутся к вам. Абсолютно. Да, с удовольствием. Я вернусь к этому. Я в следующий раз с удовольствием сюда приеду. Приходите к нам сюда в студию «Актуального интервью». Будем ждать. Спасибо еще раз. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня опытом в сфере обращения с бытовыми отходами с нами делились эксперт-руководитель проектов Шведского экологического исследовательского института Рони Арнберг и помощник Генерального консульства Швеции Екатерина Крестовская. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!